В 13 главе Марка, как и в Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус описал знамение времени, которое будет происходить перед Его пришествием. И в 13 главе Марка, в 7 стихе говорится, «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». Иисус сказал, «Вы услышите о войнах, вы услышите о бедствиях, но это еще не конец». И вот такой вопрос. Что возвестит второе пришествие Иисуса Христа? Чего недостает, несмотря на войны и бедствия, природные катаклизмы и моры и землетрясения по местам? Обстите внимание, Иисус говорит в 9 стихе, «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и будут бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства, для свидетельства перед Ними». То есть, у нас будет возможность, покуда все эти вещи будут происходить в нашем мире, у нас будет возможность быть свидетелями Иисуса Христа, быть мучениками за Иисуса Христа, представлять Евангелие Иисуса Христа перед теми, кто еще не слышал Его верно. И эти вещи, которые мы можем сейчас наблюдать, являются частью знамений времени. И также это Божие предупреждения. 10 стих. И дальше в Библии говорится, «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». «Когда же поведут предавать вас, не забудьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но кто? Дух Святый». Евангелие должно быть проповедано прежде, по всей Вселенной. Так же, как в Матфеи 24, главе 14 стихе это описано. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Провозглашение Евангелия. Чистое и неразбавленное Евангелие Иисуса Христа должно быть проповедано. Это не социальное Евангелие, которое мы можем видеть, и которое проповедуется сегодня. Нет. И лишь немногие верные, которых Бог пробуждает, поднимает сейчас, будут проповедовать то Евангелие, которое несли и ученики. В Евангелиях от Матфея, Марка и также Луки, Иоанна и в Деяниях. Давайте откроем книгу Откровения сейчас. Мы можем видеть там это Евангелие, чистое, неразбавленное Евангелие. Шестая глава. Мы видим следующее его описание с первого стиха. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, белый, что означает чистоту, и на нем садник, имеющий что? Лук, и дан был ему венец. И это никто иной, как Иисус. 19 глава Откровения также описывает это. Это Иисус. И он представляет Слово Божье. А Лук здесь также представляет собой чистоту учений. Учений Иисуса Христа. Слово Божье. И дальше говорится, «И дан был ему венец». Объявите внимание, венец. «И вышел он, как победоносный, и чтобы победить». Это было началом проповеди Евангелия Иисуса Христа, которая повсюду распространялась и провозглашалась, как чистая. И это тоже Евангелие, которое Бог желает, чтобы было проповедано в последние дни, которое является первой, второй и третьей ангельской вестью. было проповедано также в чистом виде в эти последние дни. Об этом Евангелии Иисус говорил. Проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство. Это не то Евангелие, которое говорит, что воскресенье является шаббатом. Не это Евангелие. И не все эти социальные Евангелия. Но это предостерегающее Евангелие о предупреждении, которое мы находим в трехангельской вести. Давайте убедимся, что Лук здесь представляет Слово Божье. Откройте книгу Исайя, 41 главу. Вот что говорится в Библии о Луке. Посмотрим на одну часть и на другую, сравнивая места описаний. Первый стих. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, «Станем вместе на суд». Второй стих. «Кто воздвиг от востока, кого мужа правды, призвал его следовать за собою». Это значит идти и проповедовать весть. С востока. Вы ведь помните, то, что идет с востока, представляет собой хорошее известие. Как и в Откровении, в 7 главе с 1 по 3 стихи говорится об ангеле, который восходил от востока и имел печать Бога. И этот ангел сказал четырем другим сдерживать ветры борьбы. Доколе не положим печати на щелах рабов Бога нашего. И также частью этой вести является предоставление им времени для проповеди и послания. И дальше, еще раз второй стих. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их…» Обратите внимание на слово «мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Это часто здесь повторяется. Еще раз. Здесь говорится. «Он обратил их мечом его в прах и луком его в солому, разносимую ветром». По сути, это одно и то же. Меч и лук здесь. Это один образ. И мы знаем, что меч представляет собой Слово Божье в соответствии с посланием к евреям. Слово Божье, как обоюдоострый меч. Обратите внимание, что вдохновенное перо говорит нам здесь. Христос, стоя на горе Элеонской, повторил истину о страшных судах, которые будут предшествовать его второму пришествию. Также услышите о войнах и, о чем еще, о военных слухах. «Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Матфея 24, 6, 7. И хотя пророчества частично исполнились при разрушении Иерусалима, более прямое отношение они имеют, когда к последним дням. Также помните, что 14 стих той же главы, 24 главы Матфея, говорит, что Евангелие, проповедь Евангелия подведет к концу мира. Повторюсь, Иисус дал ученикам знамения времени, чтобы они понимали, насколько близко его второе пришествие. И видим ли мы, как все эти знамения происходят, в частности, что восстанет народонарод и услышите о воинах и о военных слухах. На слайде. Это из «Бизнес-инсайдера» за 3 января 2020. Иран поклялся отомстить США после того, как в результате авиаудара со стороны Трампа был убитый главный военный командир. Руководство Ирана поклялось отомстить США после того, как президент Дональд Трамп приказал нанести авиаудар, убивший самого влиятельного и всеми любимого военного лидера Ирана, Касема Сулеймани. Мы на грани войны. Войны и военные слухи. И как Христос также упоминал и в Марка, что мы недавно прочли, и в Матфея, эти вещи ведут к воскресному закону. Они приведут к преследованиям против Божьего народа. И они будут обвинять его в проблемах, которые происходят в мире. Удар США по Ирану, который убил их главного военного командира. Это так названная священная война, которая продвигается евангелистами. Обратите внимание, это из Форбс за 8 января 2020. Иран обстреливает войска США на двух базах в Ираке, заявив, что началась жестокая месть. Рано в среду Иран атаковал две базы в Ираке, в которых расположены американские войска ракетным обстрелом, сообщают официальные СМИ Ирана и США. Это стало началом обещанного Тегераном возмездия за убийство главного иранского командующего. И это усугубляется. Обратите внимание, что следующее заглавие гласит, это из Метро за 6 января 2020. После убийства генерала Иран готов вознаградить в размере 80 миллионов долларов за голову Дональда Трампа. 80 миллионов долларов за голову Дональда Трампа. Братья и сестры, я сейчас готовлю вторую часть по этой теме. Я не могу показать здесь все, но вы увидите еще тезис, антитезис и синтез того, кто на самом деле стоит за этой войной. Это папство. Это человек греха. Тот, кто сидит в Ватикане и полагает, что он Бог и сидит в Храме Божьем. Он стоит за всем этим. И обритите внимание на следующее. И помните также, что за этой священной войной в действительности стоят дочери Рима, павшей протестантизмом. Являемся ли мы причиной этой войны? Того, как эта война продвигается. Мы можем наблюдать все это сейчас. Смотрите. Братишка, мы отправляемся на войну. 82-й воздушный десантный Форт Брэг дислоцируется на Среднем Востоке. И помните, что Форт Брэг это один из наибольших военных гарнизонов в мире. Они дислоцировали примерно от 3500 мужчин враг. Прямо сейчас разворачивается война. И воскресный закон за углом. Мы можем уже слышать наступление римских войск. И дальше в статье говорится, «Для многих солдат это будет их первая миссия». Они собрали боеприпасы и винтовки, в последний момент связались с близкими, а затем сдали свои мобильные телефоны. Некоторые также сдали, что кровь. И некоторые будут отдавать свою кровь на поле сражения также. Следующая статья. Это из MSNBC за 3 января 2020. Еще 3500 американских солдат отправились на Средний Восток после убийства Сулеймани. И посмотрите видео. Военные силы США дислоцируют еще 3500 солдат, еще больше войск США в центральный командный округ. В соответствии со словами четырех военных и оборонных чиновников США из 82-го воздушно-десантного полка. Это силы немедленного реагирования. Мы видели, как первый батальон этой группы отбыл несколько дней назад, после того, как посольство США попало в осаду в Багдаде. Они были отправлены как войска для подкрепления, как силы немедленного реагирования. Первые 700 человек отправились в Кувейт, и многие из них сейчас уже в Багдаде, Ираком, в соответствии с информацией должностных лиц. И те, кто отправятся на этих выходных, эти солдаты в подкрепление, кто-то отправится в Ирак, кто-то в Кувейт, а кто-то в иные регионы. И они будут ответственны как опергруппа в своем регионе, то есть в Ираке, в Сирии и даже в других местностях и ближайших странах. Так что это не неожиданность, эти опергруппы и созданы для таких ситуаций, когда появляется срочная необходимость в присутствии военных сил США. Но также это и значительное увеличение в количестве войск США, находящихся сейчас в Центральном командном округе. Во всем округе сейчас около 60 тысяч солдат США на всей той территории, а в этой конкретной части Ирака всего около 5200. И есть еще дополнительных 4000 солдат, направленных в эту местность на прошлых выходных. Это значительный рост в количестве лет США в этой местности. Это очень важные новости от нашего корреспондента Пентагона Кортни Кубе. Кортни, благодарим тебя. Видите ли вы эту тревогу, волнение в нашем сегодняшнем мире? Вратья и сестры, лесные пожары опустошают Австралию в то время, как мы разговариваем. Затем это напряжение и все остальное, что происходит в нашем мире одновременно. И это также знамение времени. Я поделюсь с вами еще другим признаком, которое покажет, что мы в состоянии войны. Это из Нью-Йорк Таймс за 5 января 2020-го. США останавливает десятки кого? Ираноамериканцев, возвращающихся с Канады. На выходных десятки иранцев и ираноамериканцев в течение нескольких часов были задержаны на границе штата Вашингтон с Канадой, так как Министерство внутренней безопасности усилило меры безопасности на границах после того, как Иран угрожал отомстить Соединенным Штатам из-за чего? За удар, в результате которого погиб их главный военный лидер. Когда одна семья спросила агентов, почему их допрашивают, офицер сказал им, обратите особое внимание, наступило плохое время для коренных иранцев. Запомните эти слова. По словам мистера Фуллади, чья группа разговаривала с путешественниками, эти сообщения чрезвычайно тревожны и потенциально представляют собой незаконные задержания граждан США. Это может напомнить нам о Второй мировой войне. То же самое происходило по отношению к японско-американским гражданам. И сейчас это вновь происходит по отношению к Ирану американским гражданам. И еще раз, как здесь говорится, что наступило плохое время для коренных иранцев. Скоро и очень скоро наступит это плохое время для истинных адвентистов седьмого дня. К этому все идет, потому что это священная война, и она будет направлена против прочих отсемен жены. Как нам говорит об этом 12 глава Откровения 17 стих, «И рассверепел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брань с прочими отсемь неил, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». И эта брань на самом деле является духовной войной. Это так названная священная война. И повторюсь, кто стоит за этим? Евангелисты, которые исполняют приказы человека греха. Это этот образ зверя. Это Соединенные Штаты Америки, которые говорят как дракон. Это образ зверя. Это из ПФС за 3 января 2020-го. Что сказано в заглавии? Священная война. Консерваторы празднуют после того, как Трамп убил иранского Сулеймани. Внимание! Вперед, христианские солдаты. Консерваторы празднуют после того, как в результате заказанного Трампом убийства разделались с генералом Кассимом Сулеймани, главным генералом Ирана и главой элиты иранских сил УЦ, иностранного подразделения вооруженных сил Ирана. Консерваторы отпраздновали этот акт войны от Трампа. Обратите внимание. Например, консерватор Бен Шапиру назвал действия Трампа совершенно какими? Справедливыми. Воздушный удар Трампа по Сулеймани абсолютно справедлив, сказал он. Сулеймани был одним из худших людей на планете. Америке пришлось исправить эту отсрочку после бездействий Обамы. Это не будет концом истории. Иран будет продолжать совершать удары. Но он, безусловно, теперь на виду. И Мэтт Уолш из консервативной Дэри Уайя Мэтт Уолш завещал действия Трампа, утверждая, что антивоенный подход — это глупая, несерьезная позиция детей и идиотов. Говорит как дракон. И как вы уже увидели событие, образ зверя уже создан. Церковь контролирует государство. Как мы можем видеть это в этом видео от Донна Трампа с евангелистами. Это такая честь. Это один из величайших людей. И перед тем, как мы начнем, мы помолимся за него. И так как мы люди молитвы, давайте возложим наши руки все величайшие христианские лидеры всех времен. Они будут счастливо помолиться за вас. И начнет пастор Дженсен, апостол Мальдонадо. И мы любим вас. Все протяните ваши руки в сторону президента, прежде чем он встанет, потому что мы знаем, что на результат влияет то, как ты молишься. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы обращаемся к тебе сегодня и благодарим тебя за этот народ, который был рожден в 1776. Мы молим, чтобы в 2020 он был рожден вновь. Мы просим, чтобы твой Святой Дух был распространен в нашем народе. И мы смиряем себя и взываем к тебе. Мы раскаиваемся в наших грехах, национальных грехах. И мы смиренно просим тебя благословить наш народ и благословить нашего президента Дональда Трампа. Да? Господь, я благодарю тебя, что Америка не нуждалась в проповеднике в ее овальном кабинете или в профессиональном политике в ее овальном кабинете, но в борце и защитнике свободы. Господи, именно это у нас и есть. Это исполнение библейского пророчества. Обратите внимание, что говорится о Великой Борьбе на странице 443. Во все времена церковь, о чем говорится, обретая светскую власть, используют ее для наказания тех, кто не приемлет ее учений. Пратестантские церкви, которые последовали примеру Рима, заключили союз с мирскими властями, стремясь ограничить что свободу совести. То есть во все времена, когда бы церковь не объединялась с государством, она использует это для наказания тех, кто не приемлет ее учений, тех, кто не согласен с ней. Сейчас это Иран, сейчас это ислам, но очень скоро ими станут прочие от семени жены. Обратим особое внимание следующая статья из CBS News до 3 января 2020 Трамп создает евангельскую коалицию после удара по иранскому военному лидеру. Могут ли быть какие-то сомнения касательно того, кто стоит за всем этим? Это евангелисты. Вот что Дух Прочества говорит нам, но прежде чем мы на это посмотрим, каковы некоторые из причин, почему евангелисты продвигают это? Потому что они хотят установить не просто теократию, теократическое правительство здесь или же там, в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире. Вы ведь знаете, что значит теократия. Тео означает Бог, а Кратос правительство, власть. Они хотят, чтобы церковь правила над государствами. Точно так же, как это было во времена израильтян перед выборами Саула, или же вернее его избранием как царя перед этим, в то время, как сам Бог правил над народом израильским. Тогда Бог был царем Израиля. Но в тот момент, обратите внимание, в тот момент, когда они попросили царя в первом царстве, в тот момент, когда они попросили царя, они уже не являлись теократической нацией. То есть Бог уже не правил над ними. У них теперь был человек. И как мы уже говорили, и я уже не раз это демонстрировал, с того момента уже не может быть иной теократии. Этого уже не может быть до того, как Иисус возвратится и сотворит все новое. Итак, тогда был поднят этот вопрос, и он сейчас активно обсуждается, что если во времена Израиля теократия имела успех, то почему бы теократическая форма правления не может иметь такой же успех и сегодня? Ответ прост. Теократия это форма правления, при которой власть идет непосредственно от Бога. Правительство Израиля было по-настоящему теократическим. Это было действительно правлением Бога. За исключением царства Израиля на земле никогда не существовало иного правительства, в котором Бог через вдохновленных людей руководил бы государственными делами. Всякий раз, внимание, когда люди старались сформировать такое правительство, такое имел Израиль, они по необходимости брали на себя задачу по толкованию и насильному внедрению Божьего закона. Они брали на себя право контролировать совесть и таким образом узурпировали прерогативу Бога. Именно это Трамп и евангелисты пытаются сделать. Узурпировать прерогативу Бога. В следующем заглавии Трамп говорит собранию евангелиста, что он ведет молитву в школы. Давайте остановимся. Кто-то может спросить, а что в этом плохого? И мы сейчас говорим не о частных школах, но о государственных. Вести молитву в государственные школы это, опять же, создание образа зверя. И дальше. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его оппоненты демократы снесли бы кресты, поэтому он пообещал, что ведет молитву в государственные школы, на митинге переизбрания, чтобы увеличить протестантскую поддержку. Трамп выступил в предместях Майами в международном служении Иисуса царя. В церкви, обратите внимание, Евангелие процветания, которое учит, что верующие будут вознаграждены здоровьем и богатством на этой земле. Это не Евангелие Иисуса Христа, которое будет проповедано в последние дни. Мы защищаем саму религию, так как она сейчас находится в осаде, сказал Трамп. Общество без религии не может иметь процветания. И в то же время, то, что делает Трамп, это хуже, чем то, что пытаются делать демократы. Он создал образ зверя, который будет контролировать сознание. И дальше статья говорится, пасторы собрались вокруг Трампа на сцене для вступительной молитвы, в то время, как большая часть аудитории стояла с поднятыми вверх руками. Эти нечестивые радикалы хотят навязать абсолютное подчинение, осуждая право голоса, снося кресты и символы веры, и отстраняя религиозных лидеров от жизни общества. Он получил яркую реакцию толпы, когда пообещал ввести религию в школы США. Один из пунктов Конституции США запрещает правительству отдавать предпочтение одной религии на другой, что значит, что государственные школы не вводят в программы молитву или религиозную символику. И это абсолютно правильно, потому что госшколы управляются государством. Вы не можете ввести молитву в них и отдать предпочтение одной религии на другой. Это в частных школах такое возможно, но не в государственных. Следующая статья из Хилл за 3 января 2020-го. Трамп сплотил протестантских сторонников. И о чем говорится дальше? На нашей стороне Бог у евангелистов христиан всех конфессий и верующих всякой религии никогда еще не было более великого защитника в Белом Доме, даже и близко, чем вы имеете сейчас, сказал Трамп на предвыборной кампании, которая запустила его коалицию евангелистов за Трампа. Вместе мы не только защищаем свои конституционные права, но и защищаем саму религию, которая сейчас находится в осаде, сказал Трамп. Каждый кандидат от демократов, баллотирующийся на пост президента, пытается наказать религиозных верующих и заставить замолчать наши церкви и наших пасторов, но он делает то, что еще хуже, чем пытаются сделать демократы. Следующая из ПФС за 4 января 2020. Трамп сказал протестантам, на нашей стороне Бог, когда пообещал вести молитву в школы. Это теократия. Ее они продвигают. На нашей стороне Бог. Государство говорит церкви, что Бог на нашей стороне. Дальше. Мечты о чем? О теократии. Президент Трамп сплотил сторонникам Евангелия в Майами в эту пятницу, позиционируя себя как защитника религиозных общин, в то время как говорил о своих противниках демократах как о радикально левых и которые продвигают экстремальную антирелигиозную и какую еще социалистическую повестку дня. В то время как то, что продвигает Трамп, это просто иная форма социалистической повестки дня. Поставить одну религию на другой, и это такая же система, как и в Китае. Это такая же система, как и в России, о чем я показывал несколько дней назад. В своем выступлении Трамп заявил, что демократы ведут войну против религии. Эти нечестивые радикалы хотят навязать абсолютное подчинение, осуждая право голоса, снося кресты и символы веры, и отстраняя религиозных лидеров от жизни общества. Именно к этому все и идет. Этот союз церкви и государства, и все же, они, он обвиняет демократов, которые пытаются так поступать, а сам делает то же, но иным путем. Трамп продвигает, что, христианскую теократию, утверждая, что на нашей стороне Бог и обещая вести молитву в государственные школы. Опять же, это значит говорить как дракон. и как нам говорит Библия в 13 главе Откровения, что эта власть обольстит весь мир. И это происходит прямо сейчас. И что скажут сделать? Создать, сделать образ зверя. И к чему это нас приведет? Образ зверя, когда он будет создан, это приведет, комплексите внимание, на 15 стих 13 главы. И дано ему было вложить дух, то есть воскресить в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, силой навязывал и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И к чему это нас приведет? К начертанию зверя, к возвеличиванию человека греха. Вот, что Эллен Уайт говорит нам здесь. Приложение к Патриархии Пророке 762 «И родишь сына и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». 1 глава Луки с 31 по 33 стихи «И в то время как он находился здесь как пророк, муж скорбей», говоря об Иисусе, изведавший болезни, в ту ночь, в которую он был предан, сам он объявил, что было сказано, «Царство мое не от мира сего». Таким образом, престол Господа был удален от этого мира, и его не будет, до каких пор, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и тогда он будет дан ему. И это время есть время конца этого мира и началом века будущего. И как мы увидели в начале, что приведет к концу этого мира? Проповедь Евангелия. Царство Христа не от мира сего, и все же евангелисты и Трамп пытаются основать это царство здесь. Это поддельная теократия. Это ложное Евангелие, которое они продвигают. А нам нужно проповедовать неразбавленное Евангелие Иисуса Христа. Как говорит Христос в 24 главе Матфея 14 стихе после описания бедств, воин, и Он говорит, что проповедано будет и Евангелие о Царстве по всей Вселенной во свидетельство и тогда придет конец. Мы не должны бояться, проповедовать Евангелие Иисуса Христа из-за того, что мы можем слышать о войнах и надвигающихся бедствиях. 4 глава Иеремии. Иеремии также было дано послание для провозглашения пред лицом напастей и преследований, но ему необходимо было делать это с верой. 19 стих. Утруба моя, утруба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук чего? трубы, тревогу, брани. беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Мы не можем молчать сейчас. Звук трубы, тревога брани, нам необходимо трубить, пробудить людей, помочь им услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы нисколько не должны бояться. Поэтому Иисус говорит, «Мир оставляю вам, не так, как мир дает, но мир, что превыше всякого ума». Откройте Псалмы 111 Псалом. Никогда не бойтесь, братья и сестры, с нами Христос. Он тот, кто отправляет нас на поле битвы и будет там с нами. Из первого стиха. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его». В этом весь первого ангела, которое также является поручением про возглашение Евангелия. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и какого еще? праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде». Шестой стих. «Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник». Седьмой стих. «Не убоится худой молвы, сердце его», каково слово стоит? «Твердо уповая на Бога». Давайте будем твердо держать свой взгляд на Иисусе. Давайте на Нем сосредотачивать свой взгляд и идти, как это делал апостол Павел, который не боялся столкнуться с какими-либо конфлектами и войнами, и искушениями, и преследованиями. Когда Господь говорил ему идти вперед и проповедовать вечное Евангелие Иисуса Христа до тех пор, пока Он не придет вновь. Нам было дано поручение, и Иисус предсказал все это. Воины и военные слухи, пусть наши сердца не убоятся, не беспокойтесь об этих вещах. Иисус говорит, доверьтесь Мне. Давайте помолимся. Попросим Бога укрепиться в вере, укрепить нас, чтобы мы могли продолжать наше служение Ему, вне зависимости от того, что происходит. Помолимся. Наш любящий Небесный Отец, благодарим Тебя за Твою верность, благодарим Тебя за Твое заверение, за то, что Ты говоришь нам наперед, что будет происходить в нашем мире, чтобы мы могли быть готовы. Но у нас также есть поручение внести в мир, великое поручение, великое поручение Евангелия, нести доброе известие. Помоги нам, Отец, дай нам мудрость, когда мир в смятении, в волнении сейчас, показать, как нести Евангелие, чтобы избавление пришло настолько скоро, насколько возможно. Во имя Иисуса, аминь. Аминь.